Предлагаю выполнить действие. Но прежде чем приступить к выполнению действий, нужно разобраться, какое первое действие будем выполнять. Наше числовое выражение состоит из деления, разности, суммы, произведения. В первую очередь выполняются действия, которые записаны в скобках. У нас первым действием будет нахождение разности. 100, 51, минус 98. 11, минус 8, 3. 14, минус 9, 5. 53. Это результат первого действия. Второе действие. Разделим 954 на 53. 954 разделим на 53. 95 разделим на 53. Берем по одному. 53. 5, минус 3, 2. 9, минус 5, 4. Сносим четверку. Предполагаю 8. 3х8, 24, 2. 5, 8, 40 и 2. 42, 0. Результат деления число 18. Следующим действием выполняем умножение 38 на 42. 38 умножим на 42 равно 2х8, 16, 1 запоминаем, 3х2, 6 и 1, 76, 4х8, 32, 3 запоминаем, 3х4, 12 и 3, 15. Найдем сумму произведений. 6 плюс 0, 6. 7 плюс 2, 9, 5, 1. А сейчас мы должны найти сумму частного и полученного произведения. Это будет четвертое действие. Частное у нас равно 18. Прибавим 1596. 1596 плюс 18 равно 6 плюс 8, 14 и 1. 10 плюс 1, 1, 6, 1. 1614. Ответ 1614. Выполним действие. Анализируем условия. Данное действие содержит частное сумму произведения. Планируем действие. В первую очередь выполняется действие умножения и деления. Значит, первым действием выполняем деление, вторым умножение, третьим находим сумму. Первое действие. 2597 разделим на 53. Берем по 4. Трижды 4, 12, 1. Запоминаем. 5 и 4, 21, 21. 7, 4. Сносим. 7. Берем по 9. Трижды 9, 27, 2. Запоминаем. 5 и 9, 45 и 2. Остаток 0. Значит, первое частное, 49. Второе действие. Найдем произведение чисел 23 и 48. Трижды 8, 24, 2. Запоминаем. Дважды 8, 16 и 2. 18. 3 до 4, 12, 1. Запомнили. 8 и 1, 9. 4, 0, 11. 1, 104. Третье действие. Частное 49. Прибавим 1, 104. Если к 49 прибавим 4, получим 53. Поэтому 1, 153 – это будет ответ. Поэтому результатом наших действий есть ответ этого примера. 1, 153.